Всем привет! С вами Какфи Даян, Соня Мобер, и сегодня мы с вами устроим секонд-трип и уедем в Казань. Пройдемся по секонд-хендам, по локальным секонд-хендам, которые находятся только в Казани, оценим их, посмотрим, найдем какие-нибудь необычные вещички. В общем, давайте же начнем с вами этот замечательный секонд-трип. Первый секонд-хенд, который я отметила у себя на карте, это свалка, поэтому давайте перенесемся в Казань и передаю слово Соне на улице. Всем привет! Это Соня из Казани, и сейчас мы с вами пойдем в первый секонд-хенд, который называется свалка. И это такой локальный как бы секонд-хенд, не по всей России, поэтому вот будет как раз-таки интересно узнать, что это за такой казанский секонд-хенд. Данный секонд-хенд находится на улице Бурхана-Шахиди 9А. Найти, кстати, было вообще легко, так как была вывеска. Зайдя в само помещение, меня встретила милая девушка и поздоровалась со мной. Было немного неловко сначала, когда, знаете, ходишь одна по магазину, и как будто за тобой и следит продавец. Но тут такого ощущения не было, так как продавец приветливая была, да и музыка все сглаживала. Походила, побродила по стендам с одеждой, и в принципе поняла, что можно найти какие-нибудь вещички на разный вкус. И базовые были вещи, и винтажные тоже я нашла, поэтому пойдемте покажу, какие вещи для себя выбрала. Но сначала маленький обзор на примерочную. Вот такая вот она миленькая. Понравилось, что на полу есть коврик, и сразу уютно так становится. Ну и первая вещь — это дубленка. Недавно пересматривала фильм «Отпуск по обмену», и на актрисе увидела такую классную дубленку, что я захотела такую уже, и бац, вижу тут ее. По размеру М-ка, поэтому села достаточно свободно. Я также увидела вот такое платье, и меня в нем что-то зацепило. Возможно, потому что оно чем-то похоже на такое детское, только в большом размере. И оно очень приятное к телу, такое, знаете, приятная шерсть. В общем, мне понравилось. Еще, кстати, нашла для себя кофточку. Мне понравились сочетания цветов. Такие вот коричневые, горчичные, бордовые. Также орнаменты. Ну и в целом такая она винтажная, красивенькая. Все, как я люблю. И помимо одежды, там есть другие вещички такие винтажные. Можно посмотреть книжки, журналы старые, какие-то пластинки. И, чтобы вы понимали, я там застряла, ну, не соврать, минут на 30. Я себе купила шубу. Я не знаю зачем, но я купила себе шубу и иду сейчас с пакетом Икея. Зато, знаете, как бы это, раритет. Всем привет еще раз. И, как вы поняли, в этом секонд-хенде я решила купить одну вещь. И это дубленка. Да, я тащилась с этой дубленкой, с этим огромным пакетом из Казани в свой город на поезде. Ехала, но дотащила. И сейчас я хожу вот в этой дубленке на улице. У нас минус 30, и мне в ней тепло. Что я могу сказать про стоимость одежды в свалке? Она и не то, что дорогая, и не то, что дешевая. Это какой-то такой средний чек. Возьмем, например, кофточки. Допустим, ее можно купить в районе 600-800 рублей. Ну, самая такая базовая кофта, футболка. Вот. И в целом можно найти какие-нибудь вещи, но стоить они будут, вот если какие-нибудь лимитированные, то, понятное дело, уже и цена будет выше. Были прикольные позиции некоторые, да, как бы. Я не говорю, что мне все понравилось в этом секонд-хенде, но отдельные какие-то вещички, там вязаное платье, которое я, в принципе, нигде больше не видела, ни в каких других магазинах. Какие-нибудь полушубки, вот эти вот, да, дубленки, которые я купила. Я ее тоже долго искала, не могла найти, и вот тут вот увидела. Такой вот первый трип у нас получился. И давайте с вами перенесемся в следующий секонд-хенд, который вообще без названия, я его нашла по рекомендациям шортсов, тиктоков, рилсов. В общем, мне многие советовали его через вот эти рекомендации. Находится он на парижской коммуне 6, и давайте перенесемся к Соне в Казани, которая ходит-бродит по морозу, и посмотрим, как она посетила данный секонд-хенд. И снова здравствуйте! В общем, с вами репортер Соня, и сейчас я присяду на скамейку, чтобы сказать, что мы идем в следующий секонд-хенд по рекомендациям тиктоков, рилсов, шортсов. В общем, все, кто делает вот эти подборки, они рекомендовали сходить в этот секонд, поэтому пойдемте посмотрим, что да как. Это тоже локальный, больше нигде его нет, только в Казани, поэтому пойдемте. Посидели и хватит. Мы почти у цели, осталось совсем немножечко. Где-то вот по прямой идти, скорее всего, вот этот вот, вот этот вход. Нет, это гематест, это не то. Я вообще не туда пошла, ушла вообще в другую сторону. Так, ищем-ищу. Если мы с вами секонд-трип, вот и смотрим на мой трип, как я ищу эти секонды. Стоянка для служебных машин. И куда мне идти? Все, я нашла это место, оно находится рядом с пиццей и кофе. Кофе, кофе. Второй секонд-хенд уже, конечно, не такой эстетичный, но самое важное ведь вещи. Поэтому давайте посмотрим, что у нас по ассортименту. Было много необычных вещей, винтажные, с какими-то узорчиками и вышивками. Вещи с сестичками национальных костюмов. Средняя цена за вещь примерно 800 рублей. И одежды было не очень много, но если порыться, то можно найти что-то подходящее для себя. А вот что могу сказать про продавца? Вроде бы чего-то супергрубого она не сделала, но чувствовалась какая-то такая, знаете, некая плохая аура, плохое настроение. И в отзывах на этот секонд тоже писали такие мнения. Ну ладно, давайте покажу, что нашла для себя. Увидела вот такую курточку демисезонную за 500 рублей. Вроде ничего такая. Много раз видела в Пинтересте. И еще в отделе костюмированных костюмов нашла вот такое готическое платье на завязках. И сразу же захотела его взять, чтобы воплотить одну идейку для фотосессии. Ну что, все. Сходила я в этот секонд-хенд. Платье я купила. И продавца говорит, наконец-то купили платье. А то я так замучилась его завязывать, развязывать. Вы моя спасительница. Я говорю, да, я вас спасла. Что я могу сказать про этот секонд-хенд? Он уже, наверное, по ценовой категории дешевле, чем первый. И сам по атмосфере тоже он выглядит более, как это сказать-то, недешево. Ну, такой, знаете, прям барахолка-барахолкой. Ты туда заходишь, и ты погружаешься в одежду. Не в атмосферу, а больше в одежду. И начинаешь искать какие-то вещички. По ассортименту мне даже, наверное, больше понравилось в этом секонд-хенде, чем в первом, так как было больше каких-то позиций шуб, какие-то необычные вещички, юбки с вышивкой, какие-то замшевые юбки. Возможно, если вы хотите купить какие-то базовые вещи, то там вы, ну, не найдете их. Их прям там очень мало, они все такие. Вот сюда только такое слово подходит, этакие. И по атмосфере этот секонд-хенд, как бы, он не предназначен для какой-то супер-пупер атмосферы. Он для того, чтобы прийти и купить вещи. Собственно, поэтому там и не было какой-то такой вот приятной атмосферы, там, музыки, каких-то гирлянд, каких-то, там, не знаю, ковров, чего-то такого. Уютного там не было. Если смотреть по вот этому критерию, да, исходя вот от этого, если вы хотите прийти в секонд-хенд и полностью отдохнуть, эстетически там насладиться, то этого не произойдет. Мы с вами тем временем уже посетили два секонд-хенда. Почему я показываю четыре, я не знаю. Два секонд-хенда. И давайте с вами пойдем в третий секонд-хенд. И третий секонд-хенд я решила выбрать всероссийский, который находится во всех городах России. Это Мега-хенд. Почему я это решила сделать? А все потому, что мне интересно стало, какой ассортимент в Мега-хенде находится в Казани. Давайте с вами перенесемся снова к Соне, которая ходит по казанским улицам и восхищается Казани, ее улочкам и вообще в целом атмосфере. В общем, все, давайте. Вау! Всем привет! С вами снова Соня из Казани. И сейчас мы идем в Мега-хенд. Я решила, что надо проверить и вот эту точку по всей России, потому что у нас в городе достаточно плохо с этим. Ну нет, иногда можно найти прикольные вещи, но я давно там ничего такого не находила. Поэтому давайте посмотрим, как тут у Мега-хенда дела в Казани. Потому что все равно разный товар, разный ассортимент привозят, разные бренды. Вот, поэтому давайте узнаем, что да как в этом замечательном городе. А вот и Секонд-хенд Мега-хенд. Очень разнообразный ассортимент одежды. Ладно, пойдемте. Минутка шутки. Все Секонд-хенды находятся примерно близко, разница минут 10 пешком. Этот Мега-хенд находится в ТЦ-порт, рядом с рынком, попала на новый завоз, поэтому сегодня без скидок. Блин, ну ничего. По ассортименту могу сказать, что было много базовых вещей, но и порадовали необычные топы и платья таких, знаете, необычных расцветок, которые я люблю. Такие, немного в стиле Роберто Кавали. Само помещение было очень просторное, что порадовало, это свобода, можно было спокойно ходить, и людей было не так много, чистенько тоже было, что как бы тоже радует. Что могу сказать про цены, я думаю, что дороговато, так как брендовых вещей мало, и обычный масс-маркет стоит примерно за кофточку, ну, тысячу рублей. Ну, понятное дело, все зависит от завоза, поэтому давайте покажу, какие вещи я нашла и что мне приглянулось. Как я сказала, мне нравятся вещи с какими-нибудь орнаментами, и тут я увидела топ с приятным сочетанием цветов, поэтому решила померить, и стоил он, кстати, всего 100 рублей. Дальше увидела платье, достаточно необычное, но по качеству, конечно, вообще плохо. Очень понравился пиджак, такой в клеточку, но цена не порадовала, стоил 1900 рублей, поэтому решила не брать. Ну что, я тем временем вышла из мега-хэнда, все померила, что нашла для себя прикольненькое, сзади вон там вот. И сейчас возвращаемся к Соне уже, которая сидит на красивом фоне и вещает вам. Вот такой вот топ я купила. А почему я его купила, как вы думаете? Да потому что я уже ответила на этот вопрос, потому что мне нравятся все такие вот орнаменты, цветочечки всякие разненькие, и сочетание цветов. Тут мне нравится, оно такое, знаете, приятное глазу. Вот, поэтому я его купила. Стоило 100 рублей, грех было не взять. Я пришла в новый завоз, и мне кажется, ну, ценовая категория плюс-минус она по России одинаковая, скорее всего, а может быть и нет, кто знает. Вот, но в целом я бы, наверное, сказала, что это дороговато. Поэтому я чаще всего люблю ходить в такие вот секонд-хенды, где присутствуют скидки по дням. Я люблю ходить там в 50%, когда есть товар, когда он уже со скидочкой. Вот, но тут я пришла в новый завоз, и получается он без скидок. Ну, в общем, такой вот секонд-трип у нас получился. Это такое мое первое видео в такой рубрике. Я надеюсь, что вам понравилось оно. Я очень хочу дальше продолжать вот в этой сфере. Я бы хотела ездить по разным городам, изучать секонд-хенды. Мне это очень хочется. Я хочу, чтобы качество вот данной рубрики у меня улучшалось, и с каждым разом оно становилось более профессиональным. Поэтому я буду надеяться, что вам понравится эта рубрика. Вы захотите вторую часть, пишите в комментариях. В общем, все. Всех люблю, уважаю, в попу никого не посылаю. Всем пока!